В Кирове прошла традиционная масштабная уборка. Город присоединился ко всероссийскому субботнику. Кто-то скажет, зачем нужны эти приборки, пусть работают коммунальные службы. Но для неравнодушных кировчан, которые взяли грабли и вышли в парки и дворы, этот вопрос не стоял. Как прошла генеральная уборка Кирова в материале Зои Зотовой. Киров присоединился к масштабному всероссийскому субботнику. Взялись за грабли, секаторы, веники, сотрудники администрации, кировских предприятий, школьники, студенты и все те, кто решил, что общественные территории необходимо приводить в порядок. Деловой костюм на спортивный сменил и министр энергетики ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский. Он тоже взялся за грабли и вышел на субботник. Центром приборки стал сквер, который находится напротив завода Лепси. Состоялась не просто расчистка территорий в несколько гектаров, а целая экологическая акция. Казалось бы, этот сквер не самое загрязненное место в городе. Тем не менее, уже в середине субботника количество мешков с мусором впечатляло. Да, люди еще много мусорят, посетовал Владимир Климентовский, но выразил надежду, что субботник и вся ежедневная системная работа по уборке города дадут результаты, и кировчанам будет неловко оставлять после себя кучу мусора. К слову, мероприятие прошло на знаковой для кировчан территории. Этот сквер появился благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Эта территория у нас была выбрана жителями в 2021 году на голосование. В прошлом году мы эту территорию благоустроили. Получилась достаточно неплохая аллея с новыми скамейками, с новыми урнами, освещением, с новыми кустарниками. Деревья тоже омолаживание провели. К слову, навести можно было не только чистоту, высадить деревья и привести в порядок дворы и общественное пространство. Но и с помощью волонтеров выбрать локации, которые в следующем году смогут благоустроить в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Вы тоже можете поучаствовать в голосовании и выбрать локации, где, по вашему мнению, все должно преобразиться. Для этого заходите на сайт 43.городсреда.ру и выбирайте территорию, которая нуждается в благоустройстве. Голосование продлится до 31 мая.